Всем привет! Сегодня на канале Лавка Орка наша рубрика «Тотальный досмотр» и я ее ведущий Роман Кихихот. Среди кодексов, которые компания Games Workshop обновила под реалией седьмой редакции, нашлось место и славным сынам Сангвиния, Ордену Травовых Ангелов. Новых миниатюр им почти не завезли, однако они получили несколько наборов с, казалось бы, привычными уже отрядами, которые, тем не менее, отражают специфику данного Ордена. Среди таких наборов оказалась и коробка с отрядом новых терминаторов для Ордена Кровавых Ангелов. Компания Games Workshop как бы намекает нам, что Кровавая Ангела это не только прыжковая пехота, но здесь есть и крепкие бронированные парни, которые так любят дубать единиц тилеров в русских коридорах космических скитальцев. Теперь познакомимся с ними поближе. Внутри нас, как всегда, ждут несколько литников с деталями. Как и у большинства наборов, состоящих из пяти моделей, в этом наборе два литника. Также здесь подробная инструкция для сборки. Каждым годом Games Workshop делает их все более и более подробными и увесистыми. Также внутри нас тут пять деревянных подставок диаметром 40 мм. И, как ни странно, одна пехотная подставка диаметром 25 мм, о назначении которой мы поговорим позднее. Вообще, главной целью этого набора было не появление какого-то нового отряда, потому что штурмовые терминаторы уже давно были у космодесанта. Главной целью этого была стилизация этого отряда под кровавых ангелов и передача их специфики. Поэтому здесь мы видим большое количество символики кровавых ангелов, как на щитках, на наплечниках, собственно, появление индивидуального знамени для терминаторов кровавых ангелов. Непосредственное наполнение этого набора отражает также игровую составляющую для этого юнита. Отряд штурмовых терминаторов кровавых ангелов по базе стоит 200 очков и состоит из пяти моделей, одна из которых играет за сержантами. В профиле у них изначально указаны пары штурмовых коктейлей, за которые терминаторы получают дополнительные бонусы к атакам и к нанесению ран. Заплатив по пять очков за каждую модель, вы также можете вооружить их штурмовыми щитами и гробовыми молотами, которые добавляют терминаторам живучести, а также позволяют проливать тяжелобронированные цели, но снижают их инициативу. Также один терминатор в отряде за пять очков может заменить свой кокоть или молот на знамя Ротари, которое дает дополнительные бонусы при прохождении тестов на мораль и завекания для других отрядов 12 дюймов. Если же вы заплатите 30 очков, то можете взять уникальное знамя Ангельского воинства, которое позволяет не только перебрасывать проваленные лидершип-тесты в 12 дюймах, но и дает правило ненавистный враг для моделей в отряде. И, наконец, для чего же нужна была маленькая пехотная подставка. В набор входит также вот такой замечательный телепортационный маяк, который непосредственно в отряд терминаторов докупаться не может, но может быть взят другими отрядами, на которые могут падать, собственно, отряд штурмовых терминаторов. Несмотря на крепкую броню и силовые поля, которые защищают штурмовых терминаторов, мы все-таки не рекомендуем вводить их по полю бою пешком, так как они достаточно медлительны. Идеальным средством передвижения для них будет штурмовый мурон или же лендрейдер, как классический вариант с лазерными пушками, так и крестоносец или искупитель. Если же вы присоедините к этому отряду независимого персонажа, такого как Кровавый Жрец или Библиарий в терминаторской броне, то получите ударный кулак, способный взломать оборону любого врага на берегу. Сам набор вышел очень тематичным и отражающим специфику сынов Сангвини, поэтому мы рекомендуем его всем поклонникам Ордена Кровавого. С вами был я, Роман Тихоход, и наша рубрика «Тотальный досмотр». Ставьте лайки, делайте репосты, до встречи на канале Лавка Урка.